Если вы давно мечтаете научиться работать с рунами, но самостоятельно это сделать не получается, курс руническая грамота для вас. На нем вы пройдете обучение рунам с нуля и освоите это древнее магическое таинство. Ссылка на курс под видео. При помощи рун можно изменить свою судьбу. Рунические обереги и талисманы эзотерики считают очень сильным средством, способным скорректировать жизнь и направить на верный путь. Каждая руна обладает определенной силой. Поскольку эти знаки пришли к нам из глубины веков, относиться к ним стоит с уважением и осторожностью. Лишь при грамотном применении талисман поменяет жизнь владельца к лучшему и исполнит его желания. Эксперты сайта Дайлихара. Ру предлагают найти правильный подход к руне Райда, чтобы она ответила взаимностью, помогала найти правильный путь и оберегала в течение всей жизни. Руна Райда – описание и защитные свойства. Название этой руны переводится как «путь». Она отвечает за движение вперед, включая перемещение в пространстве и духовный рост. Применение для этой руны можно найти во многих ситуациях. Она является символом перемен. С ее помощью можно не только выйти из любого безвыходного положения, но также излечить душевные раны. Мудрость, которая с нами делится Райда, заключается в том, чтобы продолжать свой путь и прислушиваться к своему внутреннему голосу. Возможно, в пути вам не раз придется столкнуться с самыми большими своими страхами и повторить ошибки прошлого. Но это необходимость, без которой невозможно развитие. При поддержке рунического талисмана можно найти смысл жизни и свое предназначение, а также путь к счастью и достижениям. Рунический знак Райда символизирует еще и терпеливость. По мере продвижения по своему пути важно усваивать уроки, которые готовит жизнь. Терпение есть великая награда и спасение для заблудшей души. Благодаря своим защитным свойствам и энергии развития руна Райда способна решить любую проблему и указать на выход из безвыходного положения. Если вы сбились с пути и зашли в тупик, воспользуйтесь силой руны, и все наладится само собой. Этот знак поменяет не только положение вещей, но и ваше внутреннее отношение к происходящему. Как сделать рунический талисман? 1. Обозначьте цель. Важно понимать, для каких целей вы изготавливаете талисман, это главный принцип изготовления амулета. Вы должны отдавать себе отчет в том, что сила рун могущественна и должна быть направлена по назначению. В противном случае Райда может сработать против вас. 2. Выберите материал для талисмана. Нанести руну можно на что угодно. Камень сложен в обработке, но долговечен. Глиняный талисман удобен тем, что его можно обжечь, а значит, не потребуется дополнительная активизация. Металл, особенно серебро, отлично проводит энергию. Дерево идеально подойдет для новичков. Ткань или кожа формирует прочную энергетическую привязку. Такой талисман будет полностью соответствовать потребностям владельца. 3. Нанесите рунический знак на заготовку. К примеру, на дереве можно вырезать символ ножом. На ткани вышить нитями, на металле сделать гравировку. На камне нацарапать чем-то острым или нарисовать краской. 4. Активизируйте талисман. Зажгите ладан или ароматическую палочку. Подержите руну над дымом и проговорите. Энергия воздуха и огня, насытьте силой и могуществом мой рунный амулет и помогите мне. Назовите цель создания талисмана. Помните, чем больше творчества вы проявите в создании амулета, тем сильнее он будет.